Коротко о главном. Коротко о главном. Господин Абрамович говорит, что все основные наши проблемы происходят от наших плохих ментальных привычек. Если мы эти ментальные привычки, нехорошие, будем вести в том русле по его советам 11 блестящих советов, которые я сейчас прочитаю. Так вот, люди, например, господин Шевченко, знаменитый, он ведет передачи, он выступает на Эхо Москвы, он журналист, он публицист, он специалист. Я хотел бы ему дать один совет. Пожалуйста, не будьте, не отклоняйтесь в антисемитизм. Потому что, когда вы говорите, что никто не виноват, что государство Израиль себе выбрало эту территорию, и вы рекомендуете переселить это государство в другое место, я вам рекомендую почитать Библию как православному человеку и Господу Богу не давать советов, где располагать государство Израиль. Пускай он вообще скажет спасибо, что евреи тогда нарушили закон и не пошли, не убили всех арабов. Помните, когда Бог сказал, возьмите мечи свои, идите всех филистимлянам покажите? Я уже не буду говорить, потому что это было в прошлом и прочее. Я просто ему хочу дать совет, чтобы он не был антисемитов и не поклонник Хамаса. Пускай лучше поклонник Хумуса. Потому что Хамас состоит из двух слов. Хам и ас. Так вот, некоторые люди могут быть асами в хамстве, но это мы не о вас говорим, а так к слову, господин Шевченко. Теперь, господин Белковский. Когда-то его не взяли на работу в Кремль, в советнике господина Путина, и с тех пор он независимый аналитик. Мудрейший человек, очень приятный, глубоко мыслящий. Я бы ему дал бы совет не очень-то сильно, как говорится, переживать по этому поводу. Радуйтесь и веселитесь. Ибо можно закончить так, как Ходорковский. Со тверточкой в плече. Ну и так же, как недавно убиенный господин на мосту, кого убили. Ну, на мосту, на мосты. Дело в том, что он сам виноват. Нефиг, а бы с кем, а бы куда. Ну, вы понимаете, кого убили, да? Да, понимаю, кого убили, кого надо, того убили. Бориса Немцова. Вы понимаете, дело в том... Царство ему небесное вечное поко. Да, но только вот Бог Нияшко все видит, окей? Ну, я вам скажу так... Все во власти Господа, понимаете? Все-таки Борис был неординарной личностью, царство ему небесное. Я к нему с глубоким уважением. Михаил, у нас мало времени. Еще раз хочу напомнить, что Сангейц Рейдио работает без политики и рекламы. У нас сегодня Михаил Цыпис, замечательный человек, теолог, философ. И мы говорим сегодня о гармоническом развитии человеческой личности. У микрофона Владимир Гершанов. Итак, слушаю вас, Михаил. Последние тезисы, и мы на сегодня заканчиваем. Господин Доренко, Невзоров, Пасечников и Кураев. Мы о них поговорим в другой раз. На другой передаче, да. Да, я бы очень хотел остановиться на этих людях. А сейчас советы Абрамовича. Итак, первый. Не делать поспешных выводов. Блестящий совет. Не драматизируйте. Второй совет. Третий. Не придумывайте правил, типа, надо, должен, обязан. Не обусловливайте себя. Не имеется в виду обязанности по отношению к семье или там близким и так далее. Просто не навязывайте себе. Я обязан ходить там столько-то раз туда или столько раз сюда. Избегайте стереотипов и ярлыков. Не называйте никого великим старцем, святым, грешным, несчастным. Не судите, да не судим и будете. Да, не избегайте, потому что сегодня человек святой, завтра он грешный. Сегодня он грешный, завтра он покаялся. Не надо этого делать. Прекрасный совет. Избегайте стереотипов и ярлыков. Ну да. Не будьте перфекционистами. Это тоже важно. Это тоже очень важно. Потому что лучший враг хорошего. А перфекционизм ни к чему хорошему не приведет, потому что даже та дорога в рай, которая для перфекциониста выстилана, понимаете, даже теми же розами может ему показаться недостаточно хорошими, потому что есть лилии или лотосы. Да, абсолютно. Очень хороший пример такой, если, например, человек ищет идеальную работу. Абсолютно идеальную. Не бывает ничего идеального. А он ее найти не может. Поэтому, когда ты развиваешь свою личность... Даже у Господа Бога есть моменты, когда он раскаивается. Помните? Перед потопом. И раскаялся Господь Бог в сотворении человека, сказал, стриблю... Хотя бизнес был закончен, он свое дело сделал. Он уже все сотворил. И уже человечество к тому моменту, когда он это произнес, существовало не одну тысячу лет. Да, но он раскаялся в своем содеянном. То есть, что это говорит о том... Если мы не сделали, всегда будет какая-то трещина. Однозначно. И опять-таки, если ты ищешь идеальную работу, а она не находится, ты, может быть, вообще без работы и будешь не ищить. Да. А если ты ищешь идеальное отношение с какой-то женщиной, ты вообще можешь остаться одиноким. Да, однозначно. Это их не бывает. И он этот, между прочим, перфекционизм переходит в максимализм и идеализм... И эгоцентризм. И эгоцентризм и абсолютизм. Ну да. Вот это он называется. Вот тут вот, кстати, у него все советы в золотой середине. Окей. Они очень гармоничны. Так, теперь следующий совет. Не обобщайте. Это созвучно с выводом о ярлыках и поспешных выводах. Не надо делать этих обобщений. Вот так я решил, вот так. Вот Россия такая, Америка такая. А потом все изменилось, и надо и не менять. Конечно. Не принимайте близко к сердцу, не давайте в него войти никому, кроме Бога. Но это не он говорит. Он говорит, не принимайте близко к сердцу. А я уже добавил от себя. И тут же созвучно следующий, девятый совет. Не верьте эмоциям. Вот это очень важно. Что такое эмоции? Эмоции – это выход наружу твоего внутреннего мира. Не надо доверять эмоциям и не надо в них впадать. Во время эмоциональных разборок не бывает правильно принятых решений. Аминь. Так. И последнее. Десятое. Не поддавайтесь депрессии и апатии. Это великолепный совет. Он из логики вытекает логично из всех предыдущих. И последнее. Не живите прошлым. Это он пишет, а я добавляю. Ни плохим, ни хорошим. Почему? Потому что прошлое становится настоящим. Настоящее приходит в будущее. Становится прошлым. И мы, как говорится, должны жить. Я добавлю от себя, Михаил, что вообще жить нужно, по моему убеждению, как мне открывается, нужно жить прямо сейчас. Потому что вчерашнего дня мы не помним, завтрашнего не знаем. Живем одной секундой, которую нам сейчас творец открывает. Понимаете? То есть, возможно, есть и прошлое, и будущее. Возможно, они в параллельных вселенных сосуществуют вместе с нашей реальностью. Но мы-то можем только вот одну секунду прожить, которую сейчас. Вчера всего дня уже нет, а завтрашний день еще не настал. И может не настать. Поэтому надо брать сейчас все, что ты хочешь. Иными словами, есть такая хорошая фраза. Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. Ну, в хорошем, в христианском смысле этого слова. Это, во-первых, такое, скажем, бытовое оптимистическое изложение. Но я вам скажу, в нем есть нечто такое, что можно быть рационально. С другой стороны, если человек не любит себя, как же он может любить Господа Бога своего? Обязательно себя надо любить. Понимаете? Вы же видите, мы все время говорим о себе, о своей личности. Да, да. А если я буду в гармонии, так я помогу и как-то правильным советом, может быть, и другому рядом, ближнему, дальнему. Какая разница? Вот, может быть, сегодняшняя передача кому-то даст какой-то толчок к гармонии развития его жизни и личности. Правильно? И все государство, в конце концов. И весь мир когда-нибудь будет жить в гармонии. Ну, что ж, Михаил, спасибо вам огромное. Спасибо вам. За ваше прекрасное интервью, за вашу такую замечательную глубокую беседу. Очень приятно, когда к нам приходят в эфир такие люди. И есть о чем поговорить, и будем говорить. И спасибо вам за цикл этих передач. Завтра мы с вами однозначно еще проведем интервью, и не только завтра. Итак, дорогие друзья, оставайтесь с нами. С вами радиостанция «Сангейтс», ее ведущий Владимир Гершанов. И наш человек, который сегодня давал нам такое интервью, человек с большой буквы, человек, владеющий словом, человек, у которого это слово не расходится с делом, преподобный Михаил Цыпис, философ, теолог и просто настоящий хороший человек. До новых встреч, до свидания. Спасибо большое, всего доброго. Отлично, молоденька. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин